Сладкий и стручковый перец Подавляющее большинство выращиваемых сортов принадлежат к виду перец стручковый однолетний капсикум анум. Их существует тысячи сортов, такие как сладкий перец, который мы называем болгарским перцем, и стручковые перцы, немного острые, жгучие и очень жгучие. Существует большое разнообразие перцев, которые различаются по размеру, форме и цвету. Опыление Цветок перца является обоеполым и самооплодотворяемым, то есть мужские и женские органы присутствуют в одном цветке и совместимы друг с другом. Его называют автогамным. Однако они могут быть оплодотворены такими насекомыми опылителями, как шмели и пчелы. Цветки перца чувствительны к изменениям температуры. Если ночью температура слишком высокая, 29 градусов Цельсия, или слишком низкая, 5 градусов Цельсия, цветы не смогут больше опыляться. В следствии перцы будут иметь мало семян или вообще без них. Недостаток семян существенно влияет на размер плодов. Лучшее плодоношение достигается при ночных температурах, колеблющихся между 12 и 16 градусами Цельсия. Чтобы способствовать самооплодотворению, вы можете регулярно встряхивать растения во время цветения. Все виды рода капсикум скрещиваются друг с другом, кроме капсикум пубесенс. Чтобы избежать нежелательного скрещивания, два сорта перца в умеренных широтах нужно выращивать на расстоянии 100 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 50 метров, если есть такой естественный барьер, как живая изгородь. В условиях тропического климата необходимо расстояние между сортами до 1 километра и до 500 метров при наличии живой изгороди между ними. Чтобы избежать перекрестного опыления насекомыми, можно изолировать растения под фиксированными противомоскитными сетками или в садовом тоннеле, или под временной сеткой. Но обратите внимание, что перцам нужно много света. Слишком плотные сетки препятствуют их развитию и уменьшают образование плодов и семян. Смотрите модуль о механической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития перца Чаще всего перец – это однолетнее растение. Однако в тропическом климате некоторые виды являются многолетними. Для роста этому растению требуется очень много тепла. Семенные растения перца выращивают так же, как и перцы, которые предназначены для потребления. Для обеспечения хорошего генетического разнообразия выращивайте от 6 до 12 растений каждого сорта. С момента цветения цветка требуется 60-100 дней в зависимости от сорта, чтобы получить плод, готовый к употреблению. Отбор семян перца производится со здоровых растений, которые наблюдались на протяжении всего периода роста и соответствуют искомым критериям отбора. Для отбора растений отдавайте предпочтение регулярному и энергичному росту, обильному цветению и плодоношению веткам, которые не ломаются. Для плодов выбирайте те, которые имеют хороший вкус, типичную форму сорта, размер, цвет, толщину мякоти и кожуры. Нужно избегать сбора семян из уже собранных перцев, поскольку так вы не сможете проверить все характеристики, связанные с ростом сорта. Чтобы собрать семена, ждите полной зрелости плодов. Не собирайте семена из незрелых плодов, так как их всхожесть будет значительно снижена. Лучше всего собирать семена с первых спелых плодов растения. Те, которые собраны из позднее дозревших плодов, имеют более низкий уровень всхожести. Никогда не собирайте семена с больного плода. Извлечение, сортировка и хранение семян. Семена острого перца необходимо извлекать в хорошо проветриваемом помещении и предпочтительно на открытом воздухе, чтобы защититься от выделений капсаицина, который вызывает раздражение глаз, горла и носа. Нужно также защищать свои руки очень толстыми резиновыми перчатками и даже глаза защитными очками. Разрежьте перец на две части и с помощью ножа удалите семена. Опустите семена в миску с водой. Пустые семена поднимутся на поверхность. Удалите их с помощью сита. Закончите промывание хороших семян в дуршлаге под струей воды. После очистки водой важно быстро высушить семена в течение максимум двух дней. Для этого поместите их на мелкоячеистую сетку или плоскую тарелку в сухом, теплом 23-30 градусов по Цельсию и проветриваемом месте. Другой метод при небольших количествах семян состоит в том, чтобы высушить их в кофейных фильтрах, которые имеют очень хорошее абсорбирующее свойство, и которым семена не прилипают. Поместите не более маленькой чайной ложки семян в каждый фильтр и напишите название сорта и виды на фильтре с помощью маркера. Развесьте все пакетики на шнурке для белья в сухом, проветриваемом и затененном месте. Не подвергайте семена прямому воздействию солнца и не сушите их на бумаге, к которой они могут прилипнуть, и их будет трудно отсоединить. На этикетке укажите год производства, вид и название сорта и поместите этикетку в пакетик, так как часто случается, что надпись на внешней стороне пакетика стирается. Один день пребывания в морозильнике уничтожит личинок-паразитов. Схожий семян перца составляет не менее 3-6 лет. Чтобы продлить этот период, храните семена в морозильной камере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...